Главное – спортивный дух и волю к победе в себе развить, а вид спорта значения уже не имеет. Игорь Калашников занимался вольной борьбой, становился неоднократным призером всероссийских и международных соревнований. И если бы ему еще пять лет назад кто-нибудь сказал, что он выполнит норматив международника по пауэрлифтингу, он очень удивился бы. В то время я даже и ничем таким не занимался, а уже более с возрастом, физически очень крепкий был. Ну и потихоньку сам приобщился, маленько и жим делал, и приседания делал. Ну и вот так вот получилось, что как бы физическую форму набрал, сначала получался немножко в жиме, ну и предложили попробовать выступить. Выступил, все хорошо получилось. Буквально 15 августа ездил на Кубок мира в городе Новосибирске проходил. Там тоже выступал двух номинаций на чемпионат среди ветеранов, я выиграл уверенно. И в открытом чемпионате занял второе место. Погнал опять тому же спортсмену, он тоже Новосибирск парень. Результат лучший среди ветеранов возрастной категории от 40 до 44 лет и второй среди действующих спортсменов весовой категории 75 килограммов с весом 160, причем без экипировки. С соревнованием надо же подвести, чтобы ты свеженький был, чтобы как бы все в форме было. Это тоже как бы за долгое время, этому я научился. Характер такой, что не люблю проигрывать, это как бы изначально было у меня. И естественно, есть у меня в планах обыграть его. Яна Задорина пришла в спортивный зал в 2001-м. Первый ее тренер Эдуард Титов сразу приметил подающую надежды девушку и предложил, надо заниматься пауэрлифтингом, результаты будут. И они не заставили себя ждать. Последним соревнованием ее готовил уже другой тренер Юрий Алсуфьев. Второй чемпионат Европы и вторая поездка за границу. Жим Лежа стал счастливой путеводной звездой в путешествии по Европе для Яны. Заняла второе место в весовой категории до 47, подняла в сумме стола 10 килограмм. Первая заняла у меня полячка, а третья, по-моему, финка. Проанализировали, наверное, почему вторая, почему все-таки не первая пока еще? Ну, до первой еще надо тренироваться, тренироваться и тренироваться. Как бы так. Почему полячке лучше получилось? Ну, я думаю, что она маленькая. И не ручки маленькие, коротенькие. Яна уверена, она еще продефилирует своей походкой от бедра на чемпионате Европы. А возможно и на чемпионате мира. А пока тренировки три раза в неделю и воля к победе.